Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Экстренная операция. Почему Росздравнадзор проверяет Алтайский Минздрав? Дело рук самих, когда жильцы аварийных домов региона смогут переехать в новые квартиры. В гостях хорошо. Почему большинство жителей края не могут себе позволить отдых на курортах Алтая? Нехватка специалистов, дефицит лекарств и загруженность врачей. Руководитель Росздравнадзора по региону сообщил о состоянии дел в системе здравоохранения Алтайского края. С какими жалобами на оказание медицинской помощи обращаются жители региона, а также что грозит больницам за неисполнение предписаний Росздравнадзора. Слово Ирины Корчагиной. Несколько тысяч жалоб в год. На протяжении двух лет цифра заявлений в приемный Росздравнадзора по региону растет в геометрической прогрессии. Недоступность медицинской помощи, нехватка лекарств. Эти причины стали поводом для проверки краевого Минздрава. Итоги начнут подводить в конце сентября. В рейтинге по доступности и качеству медицинской помощи Алтайский край по итогам 2017 года опустился с 25 на 45 место. Причем регион вошел в пятерку лидеров, где ситуация ухудшается наиболее стремительно. Владимир Трешутин считает, что ситуацию невозможно изменить, пока не решатся проблемы с оказанием первичной медицинской помощи. В поликлиниках не хватает специалистов, особенно узких. Вот, к примеру, типичная картина типичной поликлиники густонаселенного района. Допустим, кардиолога очень долго ждали. Ну, все лето мы ждали эндокринолога. Практически вот только мы сейчас к нему попадем. Талоны на талонах, получается, в очереди очень долго стоим с маленькими детьми. Это очень неудобно. То есть ни по времени, ни один врач не успевает, потому что талоны по пять минут разница. Есть просто безразличие. Если, допустим, не наш педиатр замещает, а другой кто-то врач, это безразличие. У нас так и было запущенной инфекцией просто. Поэтому пришлось, говорю, обращаться платно, потому что был критический случай. Но есть и хорошие новости. Наш регион стал лучшим в России по результатам мониторинга лекарств. По словам Владимира Трешутина, в аптеках крайне насчитывается даже 1% фальсификата. Сегодня не так остро стоит проблема с обеспечением препаратами тех, кто нуждается в палеоативной помощи. Зато с получением бесплатных лекарств, положенных ВИЧ-инфицированным, онкобольным, страдающим туберкулезом или диабетом, ситуация оставляет желать лучшего. Сегодня на Алтай попасть в Росздравнадзор проще, чем на прием к врачу. Если жителю края не была должным образом предоставлена медицинская услуга или ему не выдают положенные по закону лекарства, он может обратиться в Росздравнадзор в будни с 10 до 16 часов. В случае необходимости ведомство осуществит проверку. За неисполнение требований надзорного ведомства больница будет обязана заплатить штраф. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Николай Шелкон. Наши новости. Восстановить в должности декана юридического факультета с 21 июля 2018 года, то есть задним числом. Такое решение вынес Железнодорожный суд Барнаула по иску Натальи Карловой к Алтайскому государственному университету. Напомним, конфликт Карловой с руководством ВУЗа разгорелся еще в ноябре прошлого года. Распоряжением ректора она была сокращена, а юридический факультет ликвидирован. Теперь, согласно исполнительному листу, ВУЗ обязан не только издать соответствующий приказ о восстановлении Карловой в должности, но и выплатить ей компенсацию за время вынужденного прогула. Не могу ничего прокомментировать. Я знаю, что факультета нет, есть институт, у института есть директор. Но, тем не менее, должность декана факультета была вчера восстановлена, и я ее сейчас замещаю. Увольнение было незаконным. Как будет разрешена данная ситуация, пока неизвестно. Контракт с Натальей Карловой был заключен до марта 2019 года. Свои дальнейшие планы она пока не озвучивает. Более 11 тысяч человек, по данным сайта «Реформа ЖКХ», ждут расселения из ветхого и аварийного жилья в Алтайском крае. Многие дома настолько старые, что жители боятся обрушений, а сроки предоставления новых квартир власти не озвучивают. Между тем, на важность продолжения программы по расселению обратил внимание президент Владимир Путин во время недавней поездки по Сибири. Когда жителям края ждать новых квартир, выяснял Илья Кочетков. Вот у нас потолок тоже. В том году пошел дождь сильно. Был сильный дождь. Пробегает. Благо, что ребенок не бежал. Прибило бы ребенка. Кто бы отвечал. Какие коммунальные услуги? Никакие. Только сами жители. Мы то есть сами за себя живем и боимся. Дом 12 в переулке Трудовом, построенный почти 70 лет назад, давно исчерпал свой ресурс прочности. Сегодня он один из 210 жилых строений в Барнауле, определенных под снос и расселение. Марина показывает нам акт признания дома аварийным. Он был составлен в прошлом году. Признать признали. Но когда люди переедут в новое безопасное жилье, им до сих пор никто не сообщил. Нам пришло письмо с администрации этой же жилищно-коммунальной инспекции. Нам было написано. То есть все жильцы поняли так, что вы сами дом сносите и ищите подрядчика. В 2018 году земля под домом перейдет администрации. И там уже администрация будет решать, куда нас переселить. Либо оставить в этом доме, либо куда-то переселить. На сайте реформы ЖКХ информации о сроках расселения этого дома тоже нет. Более того, там же в общегородском списке есть дома, жители которых ждут новых квартир с 2016 года. Как нам пояснили в администрации Барнаула, сейчас в крае расселили жителей всех домов, которые подали заявки до 2012 года. Попавшие в реестр после ждут очереди. Между тем, в начале текущего года краевые власти заявляли, что продолжат расселение. Обещали выделить из краевого бюджета сначала 300, а потом и более 400 миллионов рублей. Чиновники уверяли, этого хватит, чтобы расселить более 500 человек в крае и полностью закрыть проблему в Олейске и Славгороде, а также в трех районах края. Громкие обещания тогда процитировали не только местные СМИ, но и ряд федеральных изданий. В 2018 год у нас не должен быть годом простоя или годом технологической паузы в сносе жилья, потому что у нас есть несколько сюжетов, когда ситуация более чем актуальная. Время идет. А вот идет ли в этом году переселение из аварийного жилья? На этот вопрос чиновники из краевого министерства строительства сразу нам ответить почему-то не смогли. Ждем ответа на официальный запрос. Между тем, власти Барнаула, которым на расселение в 2018 обещали выделить больше 80 миллионов рублей из краевого бюджета, предлагают особо нуждающимся промежуточное решение. Это аренда жилого помещения, либо переселение в маневренный фонд до момента предоставления другого жилого помещения, либо выплаты собственникам за аварийное жилье. Мы надеемся все же на федеральную программу. Проект уже есть, обсуждается. Как только будет принята федеральная программа, на условиях этой программы граждане будут переселены. Ожидается, что упомянутая новая программа расселения будет принята на федеральном уровне в начале 2019 года. Алтайский край, уверены, краевые чиновники туда войдет. Но как много средств будет выделено региону, как быстро все нуждающиеся получат жилье, неизвестно. Между тем, жители дома по трудовому 12 продолжают самостоятельно латать дыры то в стенах, то в крыше. Говорят, на доме, определенном под снос, поставила крест даже их управляющая компания. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. От возмущения к действию. Жители Барнаула собирают подписи против вырубки ленточного бора под вертолетную площадку. Она должна появиться в нагорной части города, недалеко от краевой клинической больницы. Примерная площадь 2 гектара. При этом законодательно рубки деревьев уже ничего помешать не сможет, говорят эксперты. Анастасия Дороган продолжит. Защитим лес вместе уже не экологическая акция, а протестная. Жители улиц Тихонова, Мамонтова, Лепедевского собирают подписи против строительства вертолетной площадки. Речь идет о санавиации. Точное место под нее еще не определили. Лишь ориентир, недалеко от краевой больницы. То есть в любую сторону, в лесу. На сторону людей встали депутаты. По крайней мере отложили строительство вертолетной площадки. Провести независимую экспертизу по технике безопасности. Будет шум мешать жителям. Ради этого вырубаются три гектара леса, который и так у нас каждым годом редеет и редеет. Сейчас в санавиации края только один вертолет Ми-8. Крупная техника. Он может одновременно эвакуировать двух тяжелых больных. С начала года так перевезли 132 человека. Единственное место для посадки за новым мостом. Далее 70% пациентов везут в Краевую клиническую, ДАР или Пятую горбольницу. До первых объектов без пробок 11 минут, до второго – 14. Новая площадка могла бы сделать помощь еще более скорой. На сайте госзакупок уже ищут проектировщика. Заявленная площадь – 2 гектара по улице 6-я Нагорная. Конкретное место пока не определено. Необходимость вырубки деревьев для устройства конструктивных элементов посадочной площадки определяется на стадии проектирования объекта. В настоящее время проект не разработан. Но реальных ограничений для вырубки деревьев уже нет, говорят эксперты. В кадастровой карте ленточный бор вокруг Краевой больницы принял общественное деловое значение. Это значит, его можно использовать для прогулок пациентов, а можно для строительства парковок и дополнительных объектов здравоохранения. Например, вертолетной площадки. По документам это уже не лес. То есть на самом деле эти вопросы нужно было решать раньше. И главный вопрос с моей точки зрения сейчас даже не это конкретная вертолетная площадка, а стратегические решения. А дальше что? Будет сжиматься этот островок леса или нет? А так как эта земля уже не считается лесом, то в случае вырубки деревьев и ущерба для природы официально не будет, пояснил Алексей Грибков. Пожертвует ли бором ради спасения людей, покажет проект, но когда он будет готов, пока неизвестно. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Почти 8 миллионов рублей за 4 месяца. В Белокурихе еще не решили, куда пойдут деньги, полученные от курортного сбора. Напомним, в этом сезоне его начали собирать в городе-курорте впервые. Ранее чиновники заявляли, что до конца лета определят, куда направят средства. Срок остека вопрос до сих пор открыт. Но зато активно обсуждается другая тема – повышение суточного налога с 30 до 50 рублей с человека. Накануне закрытия туристического сезона в городе-курорте побывала наша съемочная группа, чтобы выяснить всем ли по карману отдых в Алтайской здравнице. Город-курорт по-прежнему в цене. В буквальном смысле. Стоимость проживания в санаториях Белокурихе достигает до 12 тысяч рублей в сутки. А с этого года за проживание в отелях, пансионатах и гостиницах туристы платят еще по 30 рублей ежесуточно. Но туристический поток не уменьшился, а остался на уровне прошлого года. Так только в санаториях курорта Белокуриха за лето отдохнуло больше 10 тысяч человек. Туристов вполне устраивает и уровень сервиса, и цены. В том, что Таиланде дешевле, как вы к этому относитесь? Ну да, ну вы знаете, до тех пор, пока я не приехала сюда, я тоже считала, что нужно беречь родину и отдыхать за границей. Ну да, дешевле, наверное. Ну вот, к примеру, если я выезжаю с детьми без супруга, все-таки предпочитаем отдыхать здесь. Нормальный сервис здесь, в принципе, вполне. Ну здесь довольно-таки дорогостоящий, правильно? Ну, дорогостоящий, но мы сравнивали с кавказскими минеральными водами, там, не знаю, еще дороже. Минимальная стоимость проживания в сутки в курортах Белокурихе – 2700 рублей. Сюда входит проживание и питание. Никакой дополнительный сервис за эти деньги не включен. Если же турист хочет поправить здоровье, то цена возрастает в два, а то и в три раза, в зависимости от вида лечения. Итого, недельное проживание на курорте в среднем обходится в 35 тысяч рублей на одного человека. Отдыхают, как правило, целыми семьями, правда, в основном жители других регионов. К сожалению, жители Алтайского края к нам приезжают в меньшей степени. Все-таки аграрный край и доходность, возможно, не позволяют пользоваться нашими услугами. Процентов около 80-75 – это все-таки жители нашего Сибирского федерального округа. Жители Алтайского края предпочитают более бюджет и отдых. В здравницу они, конечно, едут, но останавливаются, как правило, в частных домах или на квартирах, где арендовать жилье можно всего за 500 рублей в сутки. Да и курортный сбор платить не нужно. 30 рублей за день, может и немного, но за 4 месяца со всех курортов, а их около 30, собрано почти 8 миллионов рублей. Деньги обещали вложить в развитие инфраструктуры города. Определиться, куда именно пойдут средства власти региона должны были к концу лета. Сейчас ведутся дебаты, и у нас в городе в том числе, куда же будут направляться. Но это теринкуры, это дороги на курорт, это тротуары, это скульптурные какие-то композиции. Вариантов масса, но пока итогового решения нет. А в правительстве региона уже активно обсуждают вопрос повышения стоимости курортного сбора. Со следующего года она должна вырасти почти в два раза и составить 50 рублей. Сами же предприниматели пока категорически против такого нововведения. Говорят, еще рано. Валентина Скирова, Андрей Печоркин, Евгений Андреев. Наши новости. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В Крае переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. День обещает быть теплым. В Олейске, Белокурихе, Бейске и Славгороде 24 тепла. Плюс 25 ожидается в Змеиногорске. В Камне-Набее и Заринске чуть прохладнее, около 22. В Барнауле без осадков ночью до 10 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 22. Я напоминаю, телефон в редакции в Барнауле 722-440. И у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok